Я очень рада вас видеть и думаю, что наш сегодняшний урок пройдет в атмосфере творчества, сотрудничества и взаимодействия. А начнем мы с разговора о какой проблеме. К сожалению, в России самым верным клеточкой является Кулин. Кулин входит приблизительно 65% мурчин, с оживлением 30% женщин, юношин около 50%, что самое печальное, около 40% девушек. Ежегодно в России от болезни, причина которых явилась к Ленин, умирают ежегодно около 300 тысяч человек. Анализируя ваши ответы на анкету, я пришла к выводу о том, что вы знаете о том, какой вред заносит по здоровью человека кулин. Однако все равно один из нас считает, что пассивное кулин и так введено для нашего здоровья. А сколько около нас, рядом с вами, находятся еще юношек и девушек, которые находятся в длинном табачке 2 месяца. И, наверное, помочь им сказать решительное «нет» этой волны и личке наш с вами гражданский дух. И вот сегодня я предлагаю вам на нашем необычном уроке создать листовку, которую вы сможете использовать для пропаганды анти-табачной зависимости у себя в школе, у себя в подъезде, в свое мега-районе. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, а что такое листовка? Итак, я предлагаю вам создать листовку. А как вы думаете, что такое листовка? Что такое листовка, Вячеслав? Документ, в котором что-то написано. Кирилл? Спасибо. 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 Как вы думаете, каким первым должна отвечать листовка, чтобы тот человек, к которому обращена эта листовка, к которому вы отдадите эту листовку, прочитал? У нас в городе почти ежедневно из почтового ящика можно достать одновременно несколько листов. Какие-то листовки на каких-то вниманиях с вами заставляем, а какие-то додоны доносят. Какими требованиями должна отвечать листовка, чтобы не донести додонок? Пожалуйста. Краткая какая-то получающая информация, то есть яркая какая-то, не просто нацепает текст. Спасибо. Владислав Кирилл. У меня должен быть яркий заголовок, и текст должен я считать многими это замечательно. Еще какие-то предложения. Анастасия, у вас. Ну, вот, допустим, листовка вообще-то за очень-очень яркий вид, потому что, ну, мы сразу откидываем листовку, которая некрасивая. И еще, вот, должен как-то текст с доказательством идти. Как бы иментированный текст должен быть. Еще какие-то мнения, ребята? Еще какие-то мнения, пожалуйста. Можно, чтобы текст все-таки был понятен от обычного человека, чтобы он мог в них понять, что это и его правило. Так, совершенно верно. Замечательно, много предложений. Ребята, кто попробует обобщить то, что сказали ваши товарищи? Итак, каким требованиям, вон, учет и практика, каким требованиям должна отвечать в историю? Кто попробует обобщить? Вячеслав, попробуйте. Она должна быть практикой. Она должна быть практикой. Так, практика? Шесть. Как-то быть. Особенно. Так. Андрей Игорь. Понятность. Понятность. Аргументированность предлагали, да? И еще было какое предложение? Краткость и броское должно быть, да? Что в листоке должно быть броское? Заголовок. И психолога подтверждает, что внимание у человека, прежде всего, что привлекает? Внешний вид. Внешний вид. А что, прежде всего, на чем мы, на свой взгляд, оставим внизу? Тема. На заголовки и на рисунках или фотографиях. То есть, если мы хотим, чтобы у нас листовка прочитала большинство тех людей, к которым мы обращаемся, мы обязательно должны в них выключить броски заголовок и рисунки или фотографии. И на сегодняшнем занятии мы с вами познакомимся с тем, какие возможности нам предоставляет текст-предактор для создания листовок. Скажите, пожалуйста, а какие программы можно использовать по вашему мнению для оформления листовок? Какие программы? Word. Fake. Так. Фонфотонет. Так. Замечательные. Можете сказать, что вы можете написать. Молодец. Ну, поскольку мы переходим к изучению технического редактора Word, на сегодняшнем занятии мы остановимся на возможностях текстового редактора Word по решению поставленной нами задачи. Итак. Тема сегодняшнего занятия. Запишите, пожалуйста, на опорных ответах, что у вас у нас там. Графические возможности текстового редактора. Графические возможности текстового редактора. Графические возможности текстового редактора. Итак, к текстовым графическим возможностям. Что мы сегодня с вами должны по окончанию наших занятий, что мы с вами должны знать. Мы должны знать с вами такое парламентико-графический объект. Понимать технологию вставки и размещения рисунка в текстовом документе. И уменьшить вставлять при размещении готовые рисунки в текстовом документе, удалять рисунки, изменять их размеры и изменять их место положения. Графическим объектом текстового редактора, который мы можем использовать для оформления рискового кумфицины, рисунки, архивигуры, художественный текст, твор, арт. Сегодня мы, поскольку урок у нас не обученный и во времени ограниченный слабый, остановимся на вставке готовых рисунков и фотографий из файлов в текстовой документе. Обратите, пожалуйста, внимание на те оформленные конспекты, что у вас на столе. Пишите, пожалуйста, в оформленный конспект алгоритм вставки готового рисунка. Итак, чтобы вставить готовый рисунок в текстовый документ, необходимо выполнить следующий алгоритм. Установить курсор в точку вставки курсора. Выполнить команду. Вставка, рисунок, рисунок, рисунок. Выбрать нужную папку. Затем нужный рисунок. И немаленький щелчок по кнопке. Вставка, рисунок. Запишите, пожалуйста, при этом алгоритме, в обоих конспектах. Спасибо. Итак, установить курсор в точку вставки рисунка, выполнить команду вставка рисунок из папки, далее выбрать нужную папку и из папки нужный рисунок. Следующий вопрос, что мы с вами должны сегодня рассмотреть на сегодняшнем занятии, как изменить положение рисунка вот таким образом, чтобы структура выделить рисунок правой кнопкой мыши, выбрать формат рисунка, на вкладке «Обтекание», указать вид обтекания и выполнить щелчок по кнопке «Обтки». Запишите, пожалуйста, этот алгоритм также в своих оборудованных конспектах. ИНТР БОДХАГЕНСЯ На нашем конспекте остался незаполненным алгоритм удаления рисунка. На нашем конспекте остался незаполненным алгоритм. 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 Возьми по трудности сигнализируйте, пожалуйста, это парная тема. Карточки в помощи. Приступаем к выполнению практической работы. Каждый из вас распечатает полученную листовку и вывесит все ваши листовки на классную листовку. Конечно, сейчас у нас с вами будет черно-белый ряд. К сожалению, не имеет цвета бренда, но полученную листовку и яркие листовки. Готовы к выполнению практической работы? Да? Обратите перед вами. Каждый из вас распечатает. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Ребята, я предлагаю вам сохранить эту листовочку. Вы продолжите работу, я думаю, с Ириной Николаевной на следующем занятии. А сейчас, к сожалению, урок на шпаткозе в конце. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, сохраните, пожалуйста, все свои файлы и отправьте сейчас на печать то, что у вас уже получилось. То, что у вас уже получилось. Наши файлы будут обсудить. Мне было очень приятно с вами без вопроса. Я надеюсь, что вы будете отстаивать свое право на здоровье и образ жизни. И помогать в этом тем, кто накурится рядом с вами. И помните, пожалуйста, что полезный выбор – это крепкое здоровье, счастливая семья и успешная карьера. А в завершении нашего занятия мне хотелось бы, чтобы вы оценили ту атмосферу и свою деятельность на сегодняшнем занятии. Покидаем вы сейчас классную комнату. Листочки синие найдите, пожалуйста, в своем своем рабочем столе. А вы крепитесь в области доски, которая сейчас представляет своеобразную розу и бедро. В той области, которая наиболее полно отражает ваше самочувствие, ваш успех на сегодняшнем занятии. Итак, очень хорошо, очень плохо, не научился ничего, но учился очень много. Выберем, продолжаем квадрат и обой оси, ближе мы считаемся, можно предъявить свой источник. Спасибо вам большое за урок. Благодарю. Спасибо. До свидания.